Вот что сейчас происходит в Восточной Германии? Вот какой ты увидела эту часть теперь уже единой страны? Знаешь, самое потрясающее, что, во-первых, я там никогда не была, не считаем Берлин. Берлин – это абсолютно интернациональный международный город, плюс, значит, как-то мои пути пролегали в Западной Германии, там что-то происходило, там и проблемы с беженцами там и так далее. И вот, представьте себе, я должна первый раз поехать в Восточную Германию, я приезжаю в Берлин, встречаюсь со своими старыми друзьями, журналистами многие из них, и говорю, ну расскажите мне, как там, что, посоветуйте. Они говорят, а мы там не были. Я говорю, как не были? Они говорят, никогда. Они говорят, как никогда? Вы живете от Дрездена 3 часа на автобусе, 2 часа на поезде. Вы никогда не были в Дрездене? Никогда. Дальше я стала просто… масса людей, которые опрашивали, которые мне потом говорили, ты поедешь? Ты что, да, расскажи, как там живут? Боже мой. Да, боже мой, представь себе. Это был первый шок. Потом, наконец, я полезла в некоторые факты и выяснила, что действительно, если считать по процентам, каждый год проводится масса опросов восточные немцы и западные немцы, и вот по опросам выяснили совершенно фантастические факты, что у западных немцев, всего 13% западных немцев имеют знакомых и были хотя бы раз в бывшем ГДР, не считая Берлина. Всего 13% уже обойдение страны больше 25 лет, а никто никогда не ездит. То есть 13% всего населения побывало в бывшем ГДР. Люди из Берлина туда не ездят. Это считается как-то, ну это как-то очень далеко. Где далеко? Во Франкфурт, до которого переди-переди все нормально, все там были. А в Дрездене, невеликий город, никто не был. Это, конечно, меня вело в тихий шок, значит. И вот по всем опросам, которые проводились, значит, среди весси, так называют западных немцев, оси, это восточных немцев, оси, 61% оси восточных немцев, то есть жители бывших ГДР, во время этих всех торжественных юбилеев, они сказали, что мы чувствуем себя обделенными и гражданами второго сорта. Что, собственно говоря, и я почувствовала. Если запад не ездит на восток, а восток ездит на запад, то это, извините, уже какая-то диспропорция восприятия людей. То есть, да, граждане второго сорта. У них по-прежнему гораздо ниже зарплаты, гораздо ниже пенсии, абсолютно такие же цены. Доходы считаются в западных землях на 30% выше, чем, например, восточных. Это вот прошло уже четверть века, больше четверти века прошло после объединения двух Германий. До сих пор такая вот печальная статистика. И более того, люди не хотят ехать. Я, честно говоря, всю свою жизнь не хотела ехать в Дрезден. Объясню почему, чисто психологически. Дрезден в 1945 году был стерст за землей. За одну ночь английская, американская авиация, что у нас забывают, говорят англичане, американцы тоже постарались, Дрезден был мировое сокровище. Он был реально полностью старый город. Англичане объявили своей концепцией, что, значит, американцы говорили, давайте будем бомбить мосты и коммуникации. Ну, это стратегически важный объект. А англичане сказали, нет, давайте мы уничтожим полностью вот это сокровище старой горы, чтобы морально поставить немцев на колени. Вот Дрезден-то самая страшная бомбардировка. Я о ней очень много читала, поэтому я никак не хотела ехать в Дрезден, потому что мне не хотелось видеть, мне сказали, ты что, это сейчас самый прекрасный город Германии. Он восстановлен почти полностью. Я говорю, зачем мне муляжи? Я не хочу видеть муляжи, я не хочу видеть искусственный старый город. Я совершенно ошибалась. И вот представь себе, что в этом городе было, считается, официально погибло до 30 тысяч человек, то есть особыми способами бомбежки был создан огненный смерч, который сожрал город. Люди просто сгорели в живом этом пламени. И поэтому, на самом деле, цифру называют до 100 тысяч, человек погибло в одну ночь. Не 25, не 30. Никто не знает, сколько погибло. Они сплавились. Были сцены, когда люди сплавлялись по такой высокой температуре, что они вплавлялись в асфальт. Вообще по площади уничтожения, по сравнению с Накасаки, в 4 раза за одну ночь было уничтожено больше территории, чем в Накасаке. Я никогда не хотела ехать туда, потому что зачем мне видеть игрушку? Вот как Варшава. Вот Варшава меня не впечатляет, потому что ее восстановили из руин, она и выглядит игрушечной. Все-таки немцы, это немцы. Вот они этот Дрезден, они собрали его по кусочкам, 45 лет они его восстанавливали, и они сделали чудо. У тебя нет никакого ощущения, что ты находишься в каком-то новеньком, построенном по старинному городу. Они собрали любой обожженный камень, там есть черные камни. Камешек по камешку, все, чтобы разрушено. И вот из всего этого они создали полностью старый город. Это что-то невероятное, что ты хочешь плакать, когда ты его видишь. То есть ты не можешь поверить, что это не старинное здание, потому что ты даже видишь, они не стеснялись вкраплении светлых камней, чтобы показать, где они смогли это сделать. 45 лет они это делали. Еще не докончили, но практически сделали. То есть один из самых прекрасных городов, которые я видела вообще на свете. И вот Дрезден – это столица. Первое, что ты когда-то едешь в Восточную Германию, даже в Дрездене, первое, что меня поразило, что народу маловато. Правда, реально народу нет. Лето. То есть это самый-самый сезон туристов. То есть еще очень много, то есть половина народа – это туристы. А вообще, кажется, улицы пустые. Я ни разу не видела пробки. Я не знаю, что такое пробка вообще. В Восточной Германии пробок нет. Но Дрезден, который я приехала впервые, показался мне, да, пустоватым, очень красивым, потрясающе красивым. С другой стороны, конечно, меня морально задушила жаба, потому что когда ты идешь в Дрезденскую галерею, идешь в сокровище, ты понимаешь, что все это мы вернули бескорыстно. И когда ты понимаешь, вот я даже не знала, что мы вернули столько сокровищ, мы вернули такие бриллианты, о которых Лена нам стала мечтать и мечтать, и за эти только бриллианты можно купить целый город. И, конечно, чисто по-советски я ходила и думала, блин, у нас же 30% страны было уничтожено, почему же мы такие сокровища так великодушно вернули? Германии, все, до последней игрушки из бриллиантов мы все вернули. Какого черта, да, спрашивается? И вот ты чувствуешь это бессилие? Все вплоть до Сикстинской Мадонны, что Сикстинскую Мадонну рисовали немцы? Нет, это все-таки мировое сокровище, еще понимая бы, там вернули бы немецкие картины. Но взять, вернуть все, абсолютно все. И вот немцы говорят, спасибо вам, конечно. Я говорю, ну да, это вы здесь знаете, что мы это вернули. А, например, западная Германия, этого никто не знает, что все эти сокровища лежали по 13-15 лет, в СССР мы их спасли, реставрировали и вернулись в целости сохранности, как идиоты. Но вот это вот есть момент, который, конечно, ну, жаба душит, справедливая жаба. А как живет вот провинция восточной Германии? Как живут маленькие города? Есть ли они вообще на карте? Слушай, это вообще загадка. Для меня вся восточная Германия, это загадка. Ты можешь ехать много-много километров на машине и встретить не то, что человека, ты не встретишь ни одной машины. Но при этом людей нет. Вот когда я им говоришь, людей нет, все говорят, ну ладно, ладно, смотрите, вон в соседнем селе кто-то сидит, да? Людей реально нет. При этом, Лена, по сравнению с западной Германией, это сказка. Все вычищено, все выглажено, каждая трава растет рядом с другой, так как ей надо. Деревья стоят как солдаты. То есть кто за всем этим ухаживает? То есть я гадала, я ни разу не видела ни одной полевой работы. Одна пшеница-колосица, значит, рожь как надо, все фрукты, овощи ухоженные, хмель, из которой делают пиво, растет ровно в ряд. Видно, что тут огромные работы. Никогда не видишь никого в поле. Я приезжала огромные сельскохозяйства района, где нет людей. Как они это делают, я не знаю. Была версия, что, может быть, ночью спускаются зеленые человечки, как-то обрабатывают. Это все для меня загадка. То есть просто саксония величайшая загадка, да. И они страшно опишаются, если ты говоришь, а у вас где люди? Они говорят, ну как же нас так много, да. А их реально нету, потому что 2 миллиона уехало, значит, там уже поколения сменились, даже больше уже уехало, только сразу уехало. В общем, каждого поколения первым делом пакуют чемоданы женщины и сваливают, значит, на Запад. Почему женщины? Женщины более решительны, когда нужно принять решение. Молодые женщины понимают, что перспектив нет, работы мало, предприятий мало, в сельскохозяйствах идти не хочется, значит, собирают вещи и уезжают. А мужиков остается много, и там вообще проценты соотношения очень мрачные, потому что, по-моему, на 10 мужиков 8 женщин, и сейчас даже чуть ли не 7 говорят, и поэтому это, значит, и пьянство, и депрессии, и проблемы, и так далее. Поэтому, конечно, у них действительно народу маловато. Это реально. То есть наши невесты сейчас российские сразу так ушки на вас. Слушай, второй момент, который меня поразил, ужасно страшные все. Это ужасно некрасивая нация. Вначале я могла понять, в чем причина. То есть, когда приезжаешь... И потом я сообразила, почему в Западной Германии нормальные лица, а тут на лицо ужасные, добрые внутри. Потому что, если вся Западная Германия активно... Западная Германия, вот простой процент, да, во Франкфурте живет 45% иностранного населения. Это как бы то ни было, ты можешь там, не любить арабов, любить арабов, но это смешанная кровь, турки там и так далее. А ГДР-то не впускало иностранцев. И вот как они были, немецкой нацией, вот так они законсервировались на, значит, почти сейчас, уже сколько, 45 плюс 25, считаем, на 70 лет законсервированные. Иностранцы туда ехать не хотят, беженцы прибывают временно, у них там есть пункты, и тут же прут на Запад, потому что там нет работы, их не интересует в Восточной Германии. Поэтому там, во-первых, нет иностранцев в принципе, то есть когда приезжаешь после Западной Германии, где, во-первых, все заплевано грязно, бутылки валяются, потому что арабы все бросают, где куча негров-арабов на улице, ты приезжаешь такой чистенький, беленький край, идеально вычищенный, но морды у всех страшные, потому что они вырождаются чисто вот в бессмеси крови. Они хорошие, ничего не могу сказать. Но ты знаешь, мне даже расхохоталось, пошла в Дрынскую галерею посмотреть портреты всех саксонских курфюстов. И вот стоит курфюст весь, а ты знаешь, что типично не очень-то красивая нация, да, такие большие, толстенькие, все в ямочках, розовые и белые, да, и пухлые. А напротив него стоит охранник в музее. Он точно такой же, пухленький, розовый в ямочках, и ничем не изменился, понимаешь? И поэтому, конечно, физически нация, а я все-таки называю это отдельная нация, в отношении немцы, они, конечно, очень некрасивые. Им бы не помешало бы, знаешь, влить чего-нибудь такого экзотического, чтобы как-то это разбавить, да. Вот. Потом, чистое впечатление от людей, поначалу, как будто в СССР попало, потому что люди углюмые. Это правда. То есть, ну, чисто наши люди, да. То есть, улыбаться просто так незачем. С одной стороны, это очень родственные чувства вызывает, потому что у нас же тоже просто так не улыбаются. Если раскрываются, то очень внутри, как называется, налицо ужасно добрые внутри, да, внутри очень хорошие, добрые, нормальные люди. Потом не забываешь все-таки, что это все-таки самая воинственная часть нации. Все-таки прусаки, саксонцы, они все были такими, это те, кто создавал немецкую армию, это само по себе не располагает каким-то любезностям или каким-то вообще флиртом и так далее. Плюс отсутствие женщин. Ну, а те, которые есть, конечно, смотреть не на что, они все на расхват, потому что, ну, все убегают, куда только можно. И, конечно, мне очень жалко местных мужчин, но они сами-то не красавцы, а тут еще выбирать нечего. То есть, у них это с этим проблемы, конечно, есть, да. Вы слушаете запись программы. Восточная Германия, это же не только сельхоз районы. Там ведь, вот насколько я помню, в советские времена создавались какие-то особые социалистические города, такие вот, чуть ли их выдавали, по-моему, даже за такие, ты знаешь, образцы социализма, даже с намеком на некую, знаешь, вот шаг к коммунизму, что это будут особые города. города будущего, да. И города будущего, как у нас в СССР создавалось, так у них было абсолютно четко. В древней Германии создавались вот такие новые города. Выглядит это, конечно, еще очень печально. В Германии два, в Западе, в Восточном, вернее, в Германии два таких города были самых известных. Это, значит, один Айзенхютенштадт, вообще-то он назывался Сталинштадт вначале. Да. Ему всего 50 лет. Представьте, в древней Германии город, которому 50 лет. И город Хойерсверта, это хотя очень древний город, но тоже сейчас передовым городом социализма, потому что там были мощные там бурый уголь, они там добывали и обрабатывали. Это был, вот он крохотный, но он был очень мощный. Вот два города были таким символом, значит, социалистического прогресса и так далее. То есть лучше всех обслуживались, гремели, значит, со славой по всему, по всей Германии. И поэтому, значит, и поэтому вот мне было очень интересно посмотреть, конечно, в этот передовой город первый Азенхюденштадт, Сталинштадт. Я специально туда поехала, это была очень смешная поездка, по дороге сломался, значит, навигатор в машине. И вот представь себе, что ты находишься вообще in the middle of nowhere, как говорят англичане, то есть в середине нигде. И местные жители говорят, причем они забыли русский, который учили в школе, то есть их шли и русского уволили, когда пришло ФРГ. И не выучили английский, потому что тоже не было времени учить. То есть они не знают никаких иностранных языков. И ты спрашиваешь, Азенхюденштадт, и у людей ужас на лице, потому что, и ты понимаешь по их глазам, что ты никогда не перейдешь в этот город. Вообще, где ты находишься, ты не знаешь, да. А людей очень немного, понимаешь, можно проехать много километров и встретить странного человека на улице в деревне, и спросить у него, и он спросит, а что это у тебя, да. То есть это был фильм ужасов. Я думала, что никогда не вернусь из Восточной Германии. На мое счастье, я нашла единственный донор-кебаб, который держал турок, который на, я уже, азенхюденштадт, он сказал, no problem, на английском, да. Достал бумажку и нарисовал мне по пунктам, как мне ехать. Без всяких, вообще, как будто он там родился в этом городе. Это был чистый человек, который знал местность, понимаешь. Вот. И я там, значит, приехала там до крупнейший металлургический завод. Знаменитый, он производил сталь для всей автомобильной промышленности Германии, которая рухнула в 1-90-й год. Кстати, он немножко уцелел, этот завод. Я разговаривала с его генеральным директором. Встретилась там, замечательный человек, очень большая умница. Вот. И он рассказал мне, как он уцелел. На самом деле, как бы, когда, я его спрашиваю, как могли вообще западные немцы уничтожить всю промышленность в Восточной Германии? Это же свои. Ну, разве, свои должно же быть жалко, да? Это же не чужая страна. Он мне объяснял, что, вы понимаете, говорит, что они восприняли это, как рухнул варшавский договор, рухнул СЭФ, открывается огромный рынок. То есть, главное, это рынок. Сейчас мы все сбросим, свои товары. Более того, они диктовали свои товары, список товаров. Было все вытеснено ГДРовское, все оставлено ФРГшное. И когда они так обрадовались и все быстро-то разорили, вдруг выяснилось, что, да, конечно, можно закрыть все предприятия в Восточной Германии, но людям не на что будут покупать западные товары. И вот тут уже через там какой-то день пришло озарение, что хоть что-то, хоть что-то, хоть там дрезденский, мейстенский фарфор или какой-то сталеплавильный завод надо сохранить, потому что людям нечем будет платить, они просто уедут, это будет пустая земля, и какой к чертову матери рынок, потому что вы потом будете не знаете, что делать с этим. В городе жило раньше 50 тысяч человек, его построили с нуля, то есть просто завезли людей. Хотели создать новый социалистический город, то есть это огромные улицы, прекрасные сталинские, отремонтированные просто до косточки здания. Везде благоухают святы, значит, везде все прекрасно. 101 скульптура была выставлена, чтобы повысить культурный уровень немецких рабочих. В крохотном городке, где 50 тысяч жителей, с нуля все создано. Прекрасное было снабжение, значит, значит, что там еще, все это, все это, все это такое прекрасное, прекрасное, прекрасное. И нет, я за целый вечер однажды закричала «Человек, человек! Потому что я увидела в конце улицы вот уже человек выгуливает собачку». То есть людей нет вообще. То есть совершенно, вот это как из фильмов ужасов или каких-то катастроф. Абсолютно пустой, прекрасный, чистый, вычищенный город, но без людей. Мы отправились в маленькие восточные города, ну, маленькие по количеству жителей, но они вообще маленькие, как бы, да, они остались маленькими, но вот представь себе, что туда даже привезли как-то американского актера Томаса Хэнкса, значит, в этот город, Айзенхюденштадт, бывший Сталинштадт. И вот я приезжаю, приезжаю в этот город, где все эти прекрасные сталинские здания, а как они строили раньше же? Я считала, что все строилось так, как для города будущего, то есть должна быть большая детская площадка, должен быть огромный двор, заполненный зеленью, значит, должны быть, первое, что построили в городе для рабочих, театр. Это же был социализм, то есть, рабочих надо развивать там, построить театр, детские сады, школы, то есть это был, его снабжали лучше всех в ГДР. Вот мы строим новый город для новой социалистической формации. Вот, представьте, этот город, где вот, слава богу, что хоть что-то сохранилось в несчастном заводе, уже, конечно, работы все мало, он совершенно пустой, никого нет, весь идеально вычищенный, я не знаю, как они это делают, все покрашено, исключая гостиницу, которую какая-то сволочь купила, обанкротила и оставила в качестве вот такого ужасного гнилого зуба в центре города. Все остальное просто идеальное. Огромные проспекты, вот кажется, что сейчас пойдет какая-то демонстрация за мир, труд, май, людей нет совсем, да. В общем, это какое-то, это ощущение совершенно безумное, и главное, что я понимаю, все было бы рухнувшее, нет, вот цветы, все ухожено, памятник советским солдатам. Мне вот еще шокировал такой факт, у них была площадь для веселья, значит, там были катки, уже людей нет, никакого веселья тоже нет, осталась площадь совершенно пустая, и стоял памятник советским солдатам. И тут они обнаружили, когда строили, когда еще зовут, что обнаружили кладбище наших захороненных солдат или тысячи человек погибших, вот из концлагеря, из концлагеря, и косточки просто нашли. И вот их перенесли на эту площадь, аккуратно захоронили, все три тысячи человек. Я говорю, а фамилии-то известные? Вот такая страшная фраза была сказана, кстати, немцы всегда останутся немцами. У нас на каждую, даже на убийце, даже на убийце есть бумажка. И вот сейчас они, кстати, нашли, в каждом концлагере был так называемый доктор, который подписывал смертное свидетельство. И вот сейчас эти три тысячи человек, они все-таки нашли эти бумаги. Я думаю, что для родственников узнать будет крайне важно три тысячи наших граждан, которые были просто сохранены безвестным там, там, как у Кости. Но бумаги-то сохранились, как у немцев это принято. И вот они сейчас эти бумаги хотят поднять и хотя бы расстать родственникам, чтобы знали, где похоронен. Вот они там взяли памятник. Памятник ухожен, все вылезано, вычищено. Детей нет, женщин нет, есть старички, доживают в каких-то совершенно фантастических вот виллах, которые такие все вылезанные, прекрасные в лесах, потерянные тоже где-то. Кто за всем этим ухаживает? Как они это делают? Ну, загадка. Это какая-то вот реальное ощущение обезвудившей страны, за которой кто-то таинственно ухаживает. А ухаживать, кроме местных, некому. И люди не отличаются вроде как какой-то разумительностью, когда встречаешь. Однако нет, работают вот как проклятые, они свое все-таки, ну, восточная Германия в раз в два-три чище, чем западная Германия. Плюс полное отсутствие беженцев, да. Даша, а как в других вот таких же маленьких городах, их же два, да, всего? Нет, там много таких городков, но вот Хуэрсферда совсем не выжил, есть у них городок, который тоже был такой, у них была мощная буровая промышленность. Там, кстати, были социальные бунты вот в 90-х годах после объединения Германии, потому что там реально все встало. И сейчас тоже, ты знаешь, я приехала, как, непонятно, почему там осталось там несколько десятков, ну, там, скажем, не знаю, 20 тысяч человек осталось, что такое там в городке. Совершенно пусто все, но я даже нашла вечером, три человека сидели на главной площади, оказались туристы, пили пиво, да. Больше, да, ну, как-то люди живут, да, какая-то гостиница есть. Значит, там, какая-то парикмахерскую нашла, там, все ходят в парикмахерскую. То есть, какие-то там люди доживают свой век, но уже предсказали, что город фактически умрет через 20 лет. Сейчас они каким-то чудом, упорцем, трудом свою разоренную Восточную Германию подняли, потому что сохранился вот эти фарфоровые заводы, пошел какой-то туризм, они восстановили свои города из руины, сделали их красивыми. У них есть переманка, что все-таки не для своих, для иностранных туристов, что это ГДР, людям интересно, они едут. Значит, наконец-то, Volkswagen хоть один завод там построил, может, там не хотели устроить заводы, заводы перенести, какая-то промышленность начала подниматься, мелкая промышленность начала расти. То есть, все-таки они и до сих пор не могут выбраться из этой ямы, но видно, что усилия людей привели к тому, что хотя бы внешне это выглядит, как картинка, без людей. Вы слушаете запись программы. Ну, а отношения, отношения западных и восточных немцев очень тяжелые. Сгладилось, нет вот этот дисбаланс? Никак, они должны растаять больше. Вот мои друзья с западной Германией, когда с ними разговаривали, начинают кричать, ой, не напоминаю об этих оси, как они надоели своими жалобами, сколько лет прошло, все никак не могут выкарабкаться, они, значит, все живут в статистическом прошлом, не умеют работать, что, кстати, совершенно неправда. Они мрачные, что правда. Они, значит, глупые, недалекие, не умеют двигаться вперед, а вот мы такие прогрессивные и так далее. В общем, очень жесткое отношение. Если приезжаешь к оси, к восточным немцам не говорят, да ну их этих вести, для них существует только выгода, только деньги, только прибыль, они живут только, значит, меркантильными интересами, они потребители, у них нет никаких идеалов, они не понимают, что такое дружба, у них все, значит, вот это вот осталось. Они капиталисты по сути, поэтому мы никогда друга не поймем. Вот вошло, блин, вроде казалось бы, столько лет, а вот менталитет остался тот же, немножко похожий наш менталитет, что все-таки человеческие отношения важнее, чем деньги. Нет, то, что в отношении работы, они работают как бы одинаково старательно. Но одновременно полное неприятие иностранцев. То есть, я не говорю о наших, о белых иностранцах, скажем так. Кстати, именно восточная Германия самым жестким образом выступила против волны беженцев в Германии. Но у них есть какие-то квоты обязательные, чтобы размещать беженцев? Вот ты говорила о том, что сами беженцы не особо стремятся в восточную Германию. А у них есть первичные приемные пункты, они туда быстро приезжают и также быстро сбегают оттуда. То есть, как бы, вот это первая страна в Европе, где я не видела иностранцев. Понимаешь, я их не видела. Скажи, пожалуйста, а ведь, ну смотри, если территория, общая территория страны, значит, они должны действовать единые нормы в том, что касается квот, финансовых выплат беженцам, каких-то экономических преференций для... Вот они другие в Восточной Европе, беженцы получают те же самые деньги... А они там не хотят оставаться, понимаешь? Там нет работы. То есть, чтобы их оставить, нужно на какую-то иметь работу, перспективы, все. Они заселяют в полицейские казармы бывшие брошенные, и потом эти беженцы толпой поднимаются, говорят, что там тут нечего делать и уходят на Запад. Все, ты же их не остановишь. И поэтому, надо сказать, что они вообще не пострадали от наплыва беженцев, кроме того, как внезапно приходили, так же внезапно уходили. Никто там не оставался, не хочет оставаться. То есть, не ради пособий, видимо, только беженцы приходят в том числе к Германию? Ну, даже пособия никто не будет, как бы... Там очень резкая негативная атмосфера к беженцам. Им тоже не хочется оставаться там. А именно там было создано и укреплено движение Пегида и движение Альтернативы для Германии. Именно эти движения, которые упрекают национализм, созданы, как ни странно, в бывшем социалистическом ГДР. И я объясню тебе причины, как бы, почему. Ну, да, еще есть буквально, я смотрю на время, да, две с половиной минуты, поэтому мы еще можем немножечко поговорить. Да, поговорить о том, что значит происходит. Ну, то есть, во-первых, да, более того, значит, в Эйсе западные немцы обвиняют, оси, восточные немцы, что они дикие, типа никогда не видели иностранцев, что правда, и не хотят поэтому, и они отсталые. Вот, мультикультуризм, вот это вот понятие, которое так взращивалось на Западе, естественно, в ГДР никак не пришлось, потому что они столкнулись с этим уже гораздо позже и сказали, какой черт вы вообще мультикультуризм, мы тут своим проблемам не можем справиться, тут еще какие-то чужих кормить, непонятно зачем, кто это такие, они нас не любят, мы их не любим. Для них это было совершенно непонятно. Чем они отличаются? Вот, кстати, замечательно похоже на нас в этом отношении. Они мне все отвечали, вот, кстати, одинаково на этот вопрос. Они говорят, у нас иммунитет к пропаганде. Говорят, мы выросли в ГДР, мы не верили нашим газетам, мы как дураки верили западной пропаганде всем этим чудесным картинкам, вселенной, вселенной, голосам Запада, потом резко, за год нас разрушили, и мы поняли, что эта картинка была враньем, она никакого отношения к нам не имеет. У нас у всех есть абсолютно четкая ненависть к пропаганде, поэтому они считают западных немцев идиотами, они читают газету и верят в то, что там написано. Восточные немцы. Я говорю, что-то мне это очень сильно напоминает. Они говорят, ну мы-то выросли, причем мне это говорили не только взрослые ГДРовцы, мне говорило новое поколение, которым 20 лет. Я пришла на демонстрацию, я разговаривала с пацанами, которым 20 лет, я говорю, а что вы-то пришли протестовать там против беженцев и так далее. Они говорят, ну мы же ГДРовцы, какие же вы ГДРовцы, вам 20 лет, ГДР уже нету. Они говорят, а мы другие все равно. Мы знаем, что все это пропаганда. Потому что они это знают. Итак, Даша, мы коснулись, вот везде интересной, на мой взгляд, темы, новое поколение жителей восточной Германии. Вот те, у кого папы, дедушки, родились, выросли в ГДР. Это ГДР, да, вот как на них это сказалось. Вот знаешь, очень странно. У них произошло, почему странно? Собственно, у нас произошли те же самые процессы. Это новое поколение, которое, значит, теперь идеализирует ГДР. А в ГДР было, правда, много хорошего. И теперь они выросли. Во-первых, все страшно модно, все, что было из ГДР. Там люди, масса музеев, которые там показывают, целые комнаты, где показан, например, диван, кресло из ГДР, столики, посуда, кухня, правда? Люди фотографируются, там страшно, все это интересно, да. Они совершенно сентиментальны, как все мрачные и суровые люди, которые склонны скрывать эмоции, в душе они глубоко сентиментальны. И выросло поколение немцев, вот этих восточных немцев, которые от папы и мам слышали, что ГДРовское общество было гораздо более справедливым, гораздо более честным, что, значит, они сейчас как чудо слушают рассказы о том, что не надо было платить за детский сад, что они существовали, эти детские сады, что было бесплатное образование великолепное, что можно было учиться в разных странах статистического блока совершенно тоже бесплатно, что, значит, гарантировалась пенсия, было гарантированное право на труд, что не было безработицы. Они, слушай, как сказку, потому что они сталкиваются с совершенно другим миром, который нечезвычайно и нечезвычайно, потому что, потому что, потому что, даже когда они приезжают работать, молодые, энергичные, приезжают работать, бегут на Запад, их там тоже они очень ласково встречают, потому что они претенденты на какие-то рабочие места, на которые уже есть претенденты в Западной Германии. И поэтому пошло то, что произошло у нас. У нас стали популярны советские символы, да, серп и молот, там все, значит, все вот эти шапки-ушанки, все то же самое происходит, тоже процесс ГДР. Им объясняют родители, они говорят, а что, а что, это была обыкновенная контрразведка, а что, ЦРУ лучше, да, нет, не лучше, значит, зато было справедливое будущее там, да, мы могли, может быть, им тоже это все, когда им говорят, ну вот джинсы, да, было очень смешно, я видела в музее ГДРские джинсы, ФРГшевские джинсы, да, и вот они доказывали, они уже не, музеи все делают ФРГш, ну, естественно, понятно, кто правит властью, ФРГ, они сразу доказать, что ГДР был плохой страной, и это очень смешно, они не знают, чем это доказать, они показывают, вот джинсы из ФРГ, а вот джинсы из ГДР, которые у нас украли, значит, эту модель, ну, модель это та же самая, какая разница, молодому человеку, вот сейчас, сейчас китайцы воруют все, что же, в советское время, между прочим, с удовольствием носили индийские джинсы, я так понимаю, что в Индии вряд ли их тоже изобрели, но отшивали прекрасно. Прекрасно, да. И это очень смешно, когда они в музеях, вот эти, которые организованы правительством ФРГ, доказывают, что, видите, вот даже под джинсом, или пишут там, что, конечно, дети могли ходить в бесплатные детские сады, но, к примеру, там у них не было, не знаю, возможности купить, там, не знаю, жвачку или еще какую-нибудь фигню, то есть это очень глупо, потому что люди приходят в музей и выходят с обратным мнением, это очень смешно. Ну, знаешь, как это, а зато у них, а зато у них памперсов не было. У них не было памперсов, да, понимаешь? Зато они не говорят о том, что ГДРские женщины могли работать, потому что у них были детские сады. Ясли. А ФРГ не могли работать, потому что это очень дорого, и няню нанимать дорого, значит, они 6 лет сидели, теряли работу. Вот, это такие забавные вещи. Просто в этой ностальгии эта пошла прорываться. Вы представляете себе такую картину вообще, я была в шоке. Я иду по городу Дрездену, вдруг я вижу огромную демонстрацию, которая машет, значит, российскими флагами. В первый момент я думала, что у меня глюк, это какая-то галлюцинация, да. Энергично все машут флагами, у всех надеты футболки с Путиным, значит, все. И все это центр Дрездена. То есть, помнишь, анекдот про Штирлица и Гитлера, когда, вот это вопрос, как по анекдоту Штирлица и Гитлер, когда, вернее, Штирлица и Мюллер, когда Мюллеру сниться плохой сон, да? Он рассказывает, ты понимаешь, Штирлиц там, видел я новую Германию, значит, там, что там у нас, канцлер Баба, министр иностранных дел, значит, гомосексуалист, значит, что там еще, Германия уговаривает Россию не воевать с Украиной, там еще что-то, еще масса пунктов. Вот я бы к этим пунктам добавила бы, в Дрездене машут российскими флагами, носят футболки с президентом Путиным. Значит, я видела женщину, потом все забыли русский язык, они только кричат «In my heart, в моем сердце, Путин!» Понимаешь, вот это все, да! Что происходит? Да, что происходит? У меня был просто сюр какой-то. В этот момент я увидела, значит, группу российских туристов, у которой была совершенно открытая рта, они тут ничего не понимали, причем часть флагов была раскрашена пополам. Значит, первая часть нарисована в немецком, то есть немецкий флаг, а вторая часть российского флага. И вот я так уже соображала, что движение Пегида, которое, значит, борется против асламизации Германии и Европы, а эти были совершенно свежие наши, которые случайно попались, а они совершенно открытые, мертвые, спрашивают, а что происходит? Спросили они. Я говорю, ну вот люди борются против асламизации Европы. Они говорят, правильно. Я говорю, да. Они говорят, а почему русские флаги? Потому что мы стоим в Дрездене. Я говорю, ну они считают, что главный теперь союзник Россия. Они же по-моему начали, потом тяжело сказали, правильно. Это было очень смешно, да. Вы слушаете запись программы. И вот эти люди, которые не говорят на русском языке, машут русскими флагами, значит, носят плакаты Меркель с ушами свиньи, а причем они все пришли, ноги пришли с плюшевыми свинками. То есть свинья символ того, что ислам не заставит нас казаться свининой. Вся же, например, западная Германия стала запрещать школе свинину. А что такое символ Германии? Это свиная коленка. Это свинина во всех видах. Вот они специально приходят демонстрации с этими свиньями, значит, плюшевыми. Саму Меркель они рисуют там, ну, даже трудно видать все эти виды. Вот. Путин у них там главный герой. И что-то совершенно... Тут я поспосиснялась, потому что тут я увидела, значит, портрет Эрдогана, главного врага. И спросили, как у вас становится к Эрдогану? Мне было страшно неловко, потому что говорить о том, что мы начинаем какое-то примерение с Турцией, я думала, что мне заклюют просто. Поэтому я сказала, что я к ним по-брежнему отношусь плохо. Поэтому это спасло ситуацию. Вот. Но в целом, это, конечно, было совершенное. И там было много молодых людей. Просто странно. То есть я спросила, а что вы здесь делаете, молодые люди? Говорят, мы не хотим ассоциации Европы. А вы видели мусульман? А у нас нету. А что же вы как бы бунтуете? Как бы у вас же нет беженцев. У вас же все чисто. У вас все одни вот бродят саксонцы чистенькие, розовые, пухлые, прекрасные. А что же вам, чем вам беженцы досадили? Они говорят, и вот это очень хорошо мне обсуждали, люди объясняли. Вы понимаете, говорят они, там на Западе эти дураки, они 40 лет жили очень хорошо под планом маршала. То есть их закармливали, значит, их показывали как витрину. И вот они считают, что они будут продолжать все остальные 40 лет жить так же хорошо. У них нет, они не умеют адаптироваться, они не знают, что такое, что жизнь может в один момент рухнуть. А мы из ГДР, они так и говорят, мы знаем, как все в один момент может рухнуть. Так же, как мы из СССР понимаем, что сегодня у нас было все, а на этом может быть ничего. Поэтому мы очень быстро адаптируемся. И вот в этом огромная разница между восточными и западными немцами. Восточные смеются на западные немецкие, они дураки, они ведут газетам, они ведут пропаганде, они все берут за чистую монету. А мы не ведем ничему, что говорит правительство, потому что мы знаем, что правительство лжет, как любое правительство. Мы знаем, что такое пропаганда, мы знаем, что этому ведет нельзя. Более того, мы знаем, что в жизни сахар. Сегодня все рухнуло, значит, нам пришлось все с нуля начинать, нам пришлось поднимать свою Восточную Германию с нуля, мы никому не были нужны, нас презирали как каких-то несчастных коммунистов-социалистов и идиотов, а мы не такие, мы работящие, мы умеем. А эти дураки думают, что они жили 40 лет хорошо и будут жить 40 лет хорошо. Они не видят ни перемен, ни перспектив, ни опасностей. Вот в чем глобальная разница между восточными и западными немцами. Они ее очень хорошо мне сформулировали. Даша, у нас две минуты остается до завершения нашей сегодняшней программы, нашего путешествия по Восточной Германии. Скажи, пожалуйста, а голос у восточных немцев прислушиваются? Ведь мы говорим все-таки о единой стране. А это значит, что по закону единой страны их голоса должны быть услышаны, они должны быть представлены в парламенте, они должны принимать решение, в конце концов, как единая страна. Вот насколько они сейчас играют роль в политике, восточные немцы? Знаешь, альтернатива для Германии, партия, которая была создана фактически в Восточной Германии, партия евроскептиков, партия против беженцев и так далее, Пегида, которая была также создана, там против исламизации, хотя там нет беженцев. Как ни странно, сейчас то, что два года назад это блядь чепенцы, сейчас я приезжаю, альтернатива для Германии, одна из ведущих немецких партий. То есть и на западе страны стало доходить, что не все, что говорит правительство, это правда, не все, что пишут газеты, это правда, и что беженцы, это вовсе не то, что мы необходимо делать, а просто нам нужно как-то решать эти вопросы, а правительство не хочет их решать. И сейчас идет неожиданный взлет таких партий, например, как альтернатива для Германии. Вот тебе, то есть как бы этот скептицизм, который пошел с Восточной стороны, с Восточной Германии, он наконец-то стал проникать, разумный скептицизм в умы западных немцев, столкнувшихся с огромной волной миграции и с полной ложью правительства на этот счет. Поэтому, как бы сейчас, как бы Весси не считали себя круче, чем Оси, я вижу, как все-таки свое дело Оси делают, потому что сама жизнь научила западных немцев, учит западных немцев, показывает, что завтрашний день будет вовсе не таким хорошим, как сегодняшний. Продолжение следует...